О власти Киева сегодня назначили уже третий по счету общенациональный круглый стол. Он пройдет в ближайшую среду в Черкассах. Сегодня мы участники приехали в Харьков, в составе, который вызвал заметное недовольство горожан. Репортаж Олега Шишкина. Нацизм не пройдет! Нацизм не пройдет! Участников второго так называемого круглого стола национального единства в Харькове встретили антивоенными и антифашистскими лозунгами. Между протестующими и отелем, где проходило заседание, усиленные кордоны милиции. Оцепление здесь было выставлено за несколько часов до начала мероприятия. Георгиевские ленточки, написанные от руки плакаты, пикетчики выступают за прекращение карательной операции на юго-востоке страны. Никто нас не слышит. Почему? Вопрос. Почему? Мы что, не люди и люди второго сорта? Что это делается у нас? Это настоящий геноцид! Для чего они боролись? Стояли на Байдане. Для чего? Чтобы у нас цены повысились? Чтобы у нас... Что у нас мы получаем? Сколько мы получаем? Ты еще гривень? Понимаете? Что они нам повысили? Что-то там зарплаты или что у нас? Ничего. Ясенюк открыл заседание круглого стола уже привычным заявлением, что не будет вести переговоры с вооруженными террористами, к которым он относит ополченцев на юго-востоке страны. Луганскую область представляла на встрече делегация областной рады, которая была избрана еще до провозглашения в регионе Народной Республики. Депутаты высказались в поддержку прошедшего на Донбассе референдума и остудили карательную операцию киевских властей. Люди не хотят жить в такой стране, как она стала сегодня. Мы с каждым днем теряем время и можем пройти точку невозврата. Пока еще есть возможность сохранить страну. Необходимо прекратить антитеррористическую операцию против собственного народа. Необходимо остановить военные действия. Депутат Луганской областной думы Андрей Чуркасов обратился и лично к исполняющему обязанности министра внутренних дел Арсену Авакову. Здесь сидит Аваков Арсен Борисович. Именно от него, Арсен Борисович, ну не надо так прятаться. Именно от него, как от политика, мы впервые услышали жители Востока, потомки ветеранов, слово колорады для тех, кто носил георгиевскую ленточку. Это медаль за победу над Германией, это медаль за победу над Японией. Принесите свои извинения публично или признайте, что вы пособник нацистов. Тогда, извините, по Нюрнбенскому процессу вас отсюда надо убирать из правительства и судить. Аваков не нашел ничего лучше, как промолчать, а Яценюк обрушился на оппонентов с гневной отповедью. Вы идете на поводу терроризма, потому что вы их боитесь. Перестаньте их бояться, заставьте их сдать оружие, возьмите власть обратно в руки и ведите политический диалог. Между тем, все больше присутствующих на круглом столе высказались за федерализацию страны. Но Иценюк у других представителей власти не желали слышать оппонентов. Никогда Украина не будет расчленена. Украина должна быть единым унитарным государством с широкими полномочиями регионов. Унитарная Украина показала свою полную несостоятельность как модель государственного устройства. 23 года, наверное, должны уже были это четко дать всем понять. Нейтарная Украина у нас была. Кончилось с тем, что отводился Крым, была и Донбасс. А все пытаются в эту старую уже несостоятельную модель впихнуть ситуацию. В итоговом документе встречи, меморандуме о мире и согласии, о федерализации ни слова. Правда, в нем говорится о конституционной реформе, которая дала бы больше прав регионам. И содержится призыв прекратить силовую операцию на юго-востоке страны. Впрочем, к такого рода обещаниям киевской власти ополченцы в Донецке относятся скептически. Как и к участию в подобных круглых столах. Донецкая Народная Республика сейчас находится в тяжелом положении. Часть ее территории оккупирована войсками реального противника. Войсками, подчиняющимися киевской хунте. В это время проводить круглые столы нам, честно говоря, некогда. И мы не очень готовы и склонны к каким-либо разговорам. Пока территория будет оккупирована, разговоров с киевлянами не будет. Они просто представляются бесперспективными. В Харьковский меморандум будет внесен на рассмотрение Верховной Рады. Его предложат подписать представителям всех парламентских фракций и всем кандидатам на пост президента Украины. Впрочем, даже после этого он останется всего лишь декларацией. И не факт, что ее кто-либо будет выполнять. Олег Шишкин, Роман Хараленко, Денис Бахвалов, Нигин Искандарова, Первый канал, Харьков. МИД России сегодня обвинил киевский режим в использовании круглого стола в Харькове, как сказано в заявлении Дефедомства, для прикрытия карательной акции против собственного народа. Москва настаивает на немедленном прекращении военных действий на юго-востоке Украины и рассчитывает на воздействие Запада на Киев, чтобы тот начал реальное, а не показное движение к согласию в стране. Поводом для заявления стало обострение обстановки вокруг Славянска. Этой ночью украинские военные при поддержке авиации вновь штурмовали город. Поступали сообщения о столкновениях между силами самообороны и так называемыми подразделениями национальной гвардии. Были слышны мощные взрывы. Люди не исключают, что все повторится уже совсем скоро, когда стемнеет. Репортаж Тимура Сиразиева. Сегодня Славянск обстреливали в течение всей ночи. Снаряды падали в разных частях города. Эти вагоны на железнодорожном переезде были прикрытием для ополченцев. Ночью этот район обстреляли вот с того холма. Там позиции украинских силовиков. Судя по разрушениям, обстрел был достаточно интенсивным. Сейчас здесь никого из защитников города нет. Пост разделял позиции ополченцев и украинской армии. Если вагоны уберут, здесь будет единственная неохраняемая дорога, по которой можно попасть в Славянск. Воронки от взрывов глубокие. Осколками поврежден и бетонный забор. В асфальте неразорвавшиеся мины. Город обстреливали и с противоположной стороны осколки пробили крышу жилого дома. У меня уши заложило. Вот это такое творит наш президент Турчинов, как бы сказать такой президент. Хорошая. Украинская армия такая у нас есть. Очень хорошая армия такая, которая мирных людей боит. Дети дома были 8 лет, 5 лет, которые уже боятся тут жить, находиться. Днем в Славянске относительно спокойно. Магазины работают, ходят маршрутки. На дорогах все чаще появляются автомобили, на которых госномера полностью заклеены флагом Донецкой Народной Республики. Пошел правее. Пошел по кругу. Пошел. Александр Рыбалка регулирует движение на одном из самых оживленных перекрестков Славянска. Баррикады прямо на дороге. Объезд по обочине. Александр живет в соседнем доме. Когда под окнами выстроились очереди из машин, он решил помочь водителям. Самодельным жезлом вышел на дорогу. Я инвалид, но я не хочу, чтобы мои внуки, сын мой, пошел, пошел, чтобы они имели работу, мог доучиться он, чтобы тут коричневой чумы не было, чтобы их, а это ж не люди, ну как, живых людей полить, стрелять живых. Я не понимаю, из-за этого я вышел. На посту Александр с 7 утра до 7 вечера. Еду, воду приносят соседи. На баррикадах дежурят и ополченцы. Вот ребята здесь ночуют. Они по очереди здесь спят. Одежу мы им приносим, у кого есть какая теплая. Вечерами мы чай им готовим. Вот такая вот у нас. Это ночлежка, это их пост такой. Лилия Новикова и Майя Плохотник помогают защитникам города с первых дней противостояния. Еду готовят прямо здесь, на улице. Продукты покупают на свои деньги. А еще они держат в курсе событий всех родных и знакомых. Каждое утро в Славянске начинается с обсуждения ночных обстрелов. Достали все вот эти взрывы. Люди очень боятся. Это мы такие, что герои нашего времени. А люди думают, что это уже все. Как только 9 вечера, корвалол, валидол, пьешь, потому что всю ночь ходишь в окно, стоишь на балконе и думаешь, убьют, значит убьют. А они нас. Они настолько нас ненавидят. Ну, слов нет. В Славянске с тревогой ждут наступление темноты. На блокпостах усиливают меры безопасности. Ополченцы выкопали окоп и приготовились к защите города. На изготове и вот это противотанковое ружье времен Великой Отечественной войны. Готовятся к ночному обстрелу и жители. Они заклеивают стекла крест-накрест, чтобы их не выбило взрывной волной. Тимур Саразиев, Андрей Леонов, Игорь Львов, Первый канал, Славянск, Украина. И вот менее часа назад из Славянска сообщили о новом обстреле. Несколько блокпостов на окраинах приняли бой. Еще новости, имеющие отношение к действиям киевских силовиков в восточных областях Украины. Бронетехнику, поврежденную в ходе карательной операции, придется ремонтировать курсантам украинских военных училищ. О том, что для них организована так называемая стажировка в полевых лагерях, сообщила сегодня Минобороны страны. Сегодня же в расположении одной из частей была замечена Юлия Тимошенко. Она баллотируется в президенты, но ранее объявила, что сворачивает агитационную кампанию. В каком качестве экс-премьер Украины появилась перед строем, опираясь на руку охранника, не очень понятно. Зато очевидно, какие задачи должно выполнять подразделение. У всех в руках щиты. Это часть экипировки, например, для массовых уличных акций протеста. Любопытно, что команды строя отдают по-русски. Вот сейчас будет отчетливо слышно. Другая интересная деталь – обундирование. На каске широкие полосы цветов украинского флага, а ниже на рукаве куртки небольшой, но очень узнаваемый британский флажок. Сборная России по хоккей досрочно обеспечила себе выход в четвертьфинал чемпионата мира с первого места в группе «Б». И в плей-офф попадет на четвертую команду группы «А». Сегодня наши обыграли Латвию 4-1. Причем россияне вначале пропустили. Но вскоре все встало на свои места. Еще до первого перерыва забили Тихонов дважды и Широков. А во втором периоде Калинин. Таким образом сборная России выиграла все пять матчей. Следующий завтра с командой Германии. Первый канал будет вести прямую трансляцию из Минска. Начало в 21.45 сразу после программы «Воскресное время».